20 сентября 2015 года в 3 часа 40 минут в службу спасения города Санрайз во Флориде поступил звонок от неизвестного мужчины, который судя по его голосу оказался в непростой ситуации. Давайте послушаем запись этого звонка. Продолжение следует... Человеком совершившим звонок в 911 оказался 25-летний Фидель Лопес, который жил здесь со своей девушкой 31-летней Марией Немет. Фидель ранее был женат, в том браке у него родилось двое детей, но вскоре отношения с супругой испортились и они развелись. У Марии была похожая ситуация, она также состояла в браке, но через 7 лет совместной жизни они с мужем разошлись. Фидель и Мария пытались строить отношения, которые, по словам мужчины, были серьезными. Он был знаком с ее семьей. В первое время они жили в семейном доме Фиделя, но вскоре переехали в квартиру в тихом живописном районе Санрайза. Пара строила большие планы на будущее, планируя пожениться и завести детей. Фидель работал механиком и в тот день, когда все произошло, была его рабочая смена. Мария в это время была дома. После того, как Фидель вернулся домой, они с Марией отправились навестить ее мать. Как потом будет вспоминать женщина, ее дочь в тот вечер выглядела счастливой. Ничего не предвещало беды. Пробыв недолго в гостях, Фидель и Мария отправились домой, но по пути решили зайти в ресторан. Там они немного выпили и ушли, но выпитого показалось мало и по пути домой они купили бутылку текилы. Через несколько часов после этого Фидель будет звонить в 911. Когда полицейские приехали по указанному адресу и вошли в квартиру, Фидель стоял на коленях рядом с Марией. Она лежала на полу и уже не подавала признаков жизни. Девушка была объявлена мертвой на месте происшествия. Глазам полицейских предстала страшная картина. Светлые тона интерьера квартиры были измазаны и залиты красным. Ютуб не поощряет публикацию такого рода материалов, поэтому я не могу показать эти фотографии без замазывания. В квартире был устроен настоящий погром. Но все это меркнет на фоне того, что было сделано с погибшей девушкой. Я долго думал, как описать это максимально корректно и завуалировано. Если озвучить это одним предложением, то звучать оно будет так. Содержимое брюшной полости Марии было извлечено из ее тела путем вытаскивания через детородный орган. Кроме Фиделя Лопеса и тела Марии в квартире никого не было. Мужчина продолжал плакать и не мог толком объяснить, что произошло. После того, как удалось его успокоить, полицейские доставили его в участок на допрос. Во время допроса Фидель рассказал, что когда он и Мария вернулись домой, они включили музыку и на картонных коробках разложили нарезанный лайм, соль и продолжили выпивать. Это фото из их квартиры подтверждает его слова. Они переехали в это жилье около недели назад и еще не успели обзавестись всем необходимым, поэтому роль стола выполняли коробки. Далее Фидель рассказал, что все было хорошо, но затем произошло что-то, что заставило его начать крушить квартиру. Что именно послужило для этого поводом, он судя по его рассказу не помнил, так как выпил очень много. Когда он успокоился, они с Марией вступили в жесткую интимную связь и она, как он утверждал, просила его делать такие вещи, которых он ранее никогда не делал. В какой-то момент Марию стало тошнить и она ушла в ванную комнату. Ее долго не было, Фидель пошел проверить, все ли у нее в порядке и обнаружил, что она лежит на полу и при этом у нее затруднено дыхание. Именно тогда он совершил звонок в службу спасения. Но детективы, которые видели во что превратилась квартира, понимали, что рассказ Лопеса не соответствует действительности и попросили его более подробно обо всем рассказать. К этому времени они получили отчет, в котором говорилось, что то, что произошло с Марией, не могло быть несчастным случаем. Это было сделано умышленно и для того, чтобы это сделать, нужно было приложить достаточно усилий. Детектив просит Фиделя рассказать, что именно просила сделать Мария. Испытывая неловкость, он рассказывает, что во время их близости она просила его использовать пивную бутылку, а также руку. Затем, судя по его словам, Марию стало тошнить и она пошла в ванную комнату. Он в это время вышел на балкон покурить. Через несколько минут решил проверить, как она себя чувствует и обнаружил, что она лежит на полу и испытывает проблемы с дыханием. После безуспешных попыток помочь ей, он начал звонить в 911. И этот его рассказ также вызывает много вопросов у детективов. Судя по его словам, из-за сильного опьянения, он не помнил, как и из-за чего разбил стеклянную дверь, дверь в уборную, а также как пробил дыру в стене. Но при этом он помнил много других деталей. Это заставляло полицейских думать, что он умышленно скрывает причину, по которой начал крушить квартиру. Все его слова не давали ответа на вопросы. Почему стены и полы комнат окрашены в красный цвет и почему у Марии такие травмы? Соседи пары, которых опрашивали полицейские, рассказали, что они слышали только мужской крик и ни разу не слышали женского. И тут возникает еще один вопрос. Почему? То, что Фидель сделал с Марией, несомненно причинило ей невыносимую боль. И она бы наверняка кричала, но только при том условии, что она в тот момент была в сознании и жива. Его вновь просят рассказать о всем, что он помнит. И он, видя, что детективы не особо верят его словам, пытается сакцентировать внимание на том, что Мария сама просила делать с ней то, чего он раньше никогда не делал. Звучит вопрос, что именно она просила сделать. На что он отвечает, что во время близости Мария просила его применять пивную бутылку и руку. При этом он добавляет, что просто хотел сделать ее счастливой, что как бы подразумевает, что все содеянное им он делал по просьбе самой девушки. Детектив вновь просит его вспомнить и рассказать о том, что стала причиной его гнева, из-за которого он разбил двери и проделал дыру в стене. Фидель сначала начинает повторяться и говорить, что из-за сильного опьянения он не помнит, что послужило поводом для этого. Но в конце добавляет то, за что детективы зацепятся. Он говорит, что расстроился из-за того, что Мария упомянула имя бывшего мужа. Ему говорят, что причиной смерти Марии стало то, что органы брюшной полости были извлечены из ее тела. Звучит вопрос, что на самом деле там случилось. Поначалу он вновь рассказывает то же самое, но детективы начинают немного на него давить. Один из них говорит, Фидель, ты вырвал ее внутренности. Он отвечает, что не хотел этого делать. Далее полицейский задает главный вопрос, спрашивая, что разозлило вас до такой степени, что вы это сделали. Будьте мужчиной и найдите в себе силы, чтобы признать свою неправоту. Начав издалека, Фидель рассказывает, что они начали ссориться из-за бытовых вопросов. Именно тогда он разбил двери и повредил стену. Но потом, по его словам, они помирились. Затем он называет причину, которая послужила поводом сделать то, что привело к смерти девушки. Он говорит, что в момент близости Мария дважды назвала его именем бывшего мужа. А учитывая то, что раньше она никогда не просила его делать подобные вещи, он представил, как она занималась этим с бывшим мужем и это вывело его из себя. Он потерял контроль над собой и совершил то, о чем теперь жалеет. Фиделю Лопесу предъявили обвинение в лишении жизни Марии. Через адвокатов он пытался добиться сделки со следствием, предлагая признать вину в обмен на 50 лет заключения. Но это предложение было отклонено, так как ему грозила смертная казнь. Чтобы ее избежать, он начал всячески сотрудничать со следствием и рассказал новую, вероятно самую правдивую историю. По его словам, после распития спиртного они с Марией оказались в уборной, где между ними была классическая интимная связь. Девушка не просила его ни о чем таком, о чем он рассказывал ранее. Во время близости Мария дважды назвала его именем бывшего мужа. Это вывело его из себя и он выбил дверь в уборной, затем повредил стену, а уже потом разбил стеклянную дверь. Когда он вернулся в уборную, Мария то ли спала, то ли была без сознания. Именно в этот момент он начал совать в нее разные предметы, не только бутылку. Апофеозом всего этого стало то, что он вырвал ей внутренние органы. Когда он понял, что она не дышит, он взял ее на руки и отнес в ванную комнату, где побрызгал на нее водой, думая, что она придет в сознание. Осознав, что она мертва, он вышел на балкон покурить, затем отправился в ванную комнату и смыл с себя все, что на нем было. Только после этого он позвонил в 911. В августе 2017 года, перед тем, как огласить приговор, судья, которая рассматривала его дело, сказала, что за ее долгую карьеру это первое дело, которое своей жестокостью лишило ее дара речи. Лопес признал свою вину и принес извинения семье Марии. Его приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова